Привет, криптаны! С вами Павел. Давненько не было роликов на нашем канале, уже почти неделя прошла. А все потому, что мы очень много времени уделяем съемкам нашего видеокурса. Это будет первый видеокурс, еще раз напомню, в мире, обучающий по майнингу, по крипте в целом. И я вам скажу, получается просто бомба. Реально, большинство информации вы даже в интернете не найдете. Той, которая будет представлена в нашем видеокурсе. Также мы расширились, теперь у нас есть еще филиал на севере Москвы, что тоже заняло определенное количество времени при переезде и при расширении. И напоминаю, в воскресенье, в это воскресенье, 10 октября, у нас пройдет стрим, на котором мы разыграем три билета на блокчейн Live, который пройдет 27-28 октября этого же месяца. Также будут еще дополнительные розыгрыши, которые у нас будут на следующем стриме, о чем будет объявлено 10 октября. Всех жду. Ну а в этом ролике мы поговорим про опасности, которые могут вас подстерегать при покупке майнинга оборудования на авито, на любом компьютерном рынке, либо где бы то ни было, для того, чтобы вы знали все эти подводные камни, были к ним готовы и не попались на мошенников. Поехали! И первоначально мы разберем виды мошенничества на авито. И первый, самый очевидный вид мошенничества, это когда вы видите объявление о покупке видеокарты, скажем, которая стоит 90 тысяч рублей, и видите объявление на авито за 50, и написано, что новое, что их дофига, красивые фотографии с кучей видеокарт за спиной у человека, или же просто видеокарт. И прям все, пишите, звоните, человек всегда доступен. То есть все возможные варианты для того, чтобы вы могли ее приобрести по такой сказочной цене, которая ниже любых закупок у любых нормальных магазинов. И вы обращаетесь к продавцу, продавец вам говорит, да, все отлично, как бы, вот карточки есть, к нам едет со всей России уже тонны людей, просто там уже килограммами людей взвешивает, кто к ним едет, и говорит, что если вы хотите, чтобы вам карточка досталась, вам необходимо оставить предоплату, ну, небольшую, там, в размере хотя бы 5 тысяч рублей, чтобы под вас зафиксировали то количество карт, которое вам необходимо. Соответственно, вы скидываете эти 5 тысяч рублей, и мошенник исчезает. Все, аккаунт удаляется, и он становится недоступным. Будьте внимательны к аккаунтам, которые новые, только что созданные, которых мало отзывов. Реально мало отзывов, потому что они иногда делают и следующим образом, они что-нибудь попродают, наберут себе пяток отзывов хороших, и потом начинают вот эти мошеннические деятельности. Если даже вы откажетесь от предоплаты, или будете договариваться на то, что вам привезли ваши видеокарты доставочкой, такой тоже может быть вариант, тогда с вас попросят 500 рублей за доставку. Ну, типа, мало ли, вы откажетесь, а водитель все равно поедет, и нам надо ему за это заплатить. Это тоже развод. И обычно такие магазины, они располагаются, когда вы им звоните, объявление, например, там, скажем, вы по Москве смотрите, там, Новый Арбат, или где-нибудь в центре Москвы, когда связываешься с продавцом, продавец говорит, что нет, мы находимся в Егоревске, в Рязани, или в любом другом регионе. Просто объявление поставили, чтобы вы могли его увидеть, так сказать, в своем регионе. Будьте предельно внимательны. Второй элемент такого же развода, который чуть более, так сказать, честный, в этом плане вы получите хоть что-нибудь, называется код в мешке. Вы таким же образом находите объявление с дешевой ценой, хорошего товара, вы созваниваетесь с продавцом, и продавец говорит, даже все, не вопрос, мы даже там с вами встретимся, где-нибудь в Макдональдсе, или что-нибудь в этом духе. Это очень было популярно с теми же айфонами, также сейчас это популярно стало и с видеокартами. Вы встречаетесь с продавцом, продавец вам дает новый запечатанный товар, запечатанный товар новый, и здесь есть несколько вариантов. Первый вариант, вы просто его оплачиваете и уходите, а внутри коробки, вот вы, скажем, покупаете 3090-ю карту, а внутри коробки будет либо какая-нибудь игрушка, либо карточка, скажем, даже 580-я, какая-нибудь трехкулерная от Сафира. Такое тоже может быть. То есть обман. Такой же обман работает и заказывая с Алиэкспресса. Периодически приходят не те карты в коробки, которые вы заказывали. Либо второй вариант. Вы встречаете, скажем, условного Макдональдсе, он вам дает карточку, он говорит, ну, если вы хотите ее вскрывать, как бы оплатите, вы ее оплачиваете, он говорит, все, я сейчас там в туалет отойду, вы ее пока смотрите. Ну и, соответственно, вы ее оплачиваете, он просто берет и уходит. Карточка уже ваша, или то, что внутри этой коробки уже ваша, и этого мошенника, скорее всего, вы также уже не найдете. Тут, конечно, только писать заявление, и, возможно, теоретически найдется шанс, что вы его потом найдете. Но, еще раз, будьте осторожны. Еще один из самых популярных разводов на Авито, об этом предупреждает даже само Авито, что ведите все переписки непосредственно внутри приложения Авито. Вы связываетесь с продавцом, продавец всеми силами уводит вас из Авито в любой мессенджер, в основном они используют WhatsApp, в WhatsApp они с вами договариваются о покупке, мол, даже доставкой, которая Авито-доставка, где вы сначала оплачиваете Авито стоимость товара, когда он к вам приходит, вы его забираете, подтверждаете, что все хорошо, и только после этого Авито переводят деньги непосредственно продавцу. Они вам скидывают в WhatsApp ссылочку на вот такую, собственно, оплату, Авито-доставка, но это поддельная ссылка, подменная ссылка, и она даже выглядит вообще один к одному. Вы производите оплату, мошенник получает деньги, вы не получаете ничего. Тоже имейте это в виду. Еще одна схема развода, она очень такая более, скажем, серьезная, более сложная, более опасная для вас, для продавца. Здесь могут пострадать абсолютно все, кроме мошенника. Как это происходит? Вот есть честный магазин, который продает на Авито. У магазина есть там объявление, скажем, видеокарточки, с ценой, также возьмем условно, 90 тысяч рублей. Мошенник находит этот магазин, делает новый аккаунт, создает такое же объявление, с точно такой же карточкой, все отлично, но с ценой, скажем, 80 или 70 тысяч рублей. И вы, когда будете просматривать Авито, большинство людей смотрят на цену и ведутся на эту цену. И все то же самое, что товар новый, и все в этом духе. Вы связываетесь с мошенником, мошенник говорит вам, да, все, не вопрос, у нас есть магазин, вы можете прийти, вы можете посмотреть, вы можете проверить, никаких предоплат не надо, ничего не надо, приходите и покупаете по такой цене. Вы с ним начинаете диалог, мол, вас это заинтересовало. В этот же момент мошенник связывается с продавцом и бронирует у продавца эти видеокарты всеми возможными способами. И если даже продавец спросит с него предоплату, он скажет, братан, все, точно, 100%, возьму прям любым количеством, еще на 10 миллионов у тебя сверху закуплю, где еще там тысячу карт надо закупить, у меня там инвестор есть, который там вкладывает, у них целый ангар, там вообще новый майнинг, просто город строится там на юге России или где-нибудь на севере, неважно. То есть мы у тебя будем брать все, что угодно. Но я при этом очень занятой человек, ну, потому что бизнес, там особняки, там самолеты частные, некогда, там Майами надо бухнуть, поэтому я не смогу к тебе приехать, приедут мои курьеры, ну, я же серьезный человек, да, мои курьеры приедут, все проверят, все посмотрят, и только после этого, соответственно, тебя оплатим и заберем карточки. И продавец, большинство продавцов тоже не особо опытных, которые прям жаждут наживы, когда вот они там ставят особенно цену высокую, и к ним без всяких проблем, вот так вот без вопросов, не торгуясь, обращается человек, говорит, все, я у тебя все куплю, никаких проблем, вот так вот. Многие продавцы на это тоже ведутся. Тем самым он ослабляет бдительность как продавца, так и покупателя. При этом он так не сводит напрямую продавца с покупателем сходу. Покупатель же он объясняет, что вы придете в магазин, да, я там работаю, у нас там есть отбраковочка, там левые всякие схемы, там мимо магазина торгуем, поэтому цена будет такая, но если вы будете покупать непосредственно в самом этом магазине, то цена будет гораздо выше, вот там объявление, он даже вам скинет тоже объявление за 90 тысяч, покажет, будет вот такая вот цена, поэтому вы придите, посмотрите, там скажите, например, что вы курьеры, это не столь важно, да, потому что я с ними уже договорился, там, это может быть мой брат, сват, я не знаю, кореш, который там работает, или даже более того, мошенник может вам сказать, что я вас встречу в магазине, да, вот узнает, как зовут продавца, и скажет, что вот там продавца зовут Василий, и он скажет, вот я Василий, придете, спросите Василия, и я вам все-все-все покажу, все-все-все вам продам. Либо же следующий момент, что встретит Вас сотрудник, мой сотрудник, и не надо ему никаких денег отдавать, ну, потому что новенький, и хрен его знает, еще не уверен в нем, но товар вы сможете приобрести, поэтому придете, все, посмотрите, с ним не общаетесь, переводите мне деньги, ну, максимально усыпляет, короче, бдительность, как продавца, так и покупателя, и делает это на протяжении всей вот этой сделки. Что происходит по итогу? Приезжают покупатели в магазин, в котором сидит продавец, который, честный продавец, продает видеокарты. Покупатели говорят, здравствуйте, вот мы к Василию, или там, мы за теми-то, теми-то картами, просто вот вообще, вот мы приехали за теми-то, теми-то картами от того-то, от Анатолия, скажем так, того, что он им сказал, скажите, что вы от Анатолия. Продавец также берет без задней мысли, достает вот эти карточки, если необходимо, показывает людям, как они работают, скрывают их, то есть никаких проблем в этом нет. Покупатель в этом моменте доволен, что вот он приехал, что карты действительно есть, он уже на расслабоне, что вот они уже практически его. Продавец также доволен, что вот он покупатель, что вот он уже все, он уже отгружает эти карточки. И что делает покупатель в этот момент? Покупатель действует инструкцией мошенника. Ну, это не очень, так сказать, умный покупатель или покупатель, которого сработало вот это воздействие мошенника на его сознание. Он берет и молча переводит деньги. Либо же, что самое смешное, еще бывают моменты, он может даже спросить у продавца, переводить? А продавец думает, что переводить будут ему, потому что он дал реквизиты своей оплаты, непосредственно мошеннику, которого он считал основным клиентом, и чтобы курьеры не переводили деньги там, ну, без налички, а отправили сразу ему, потому что мошенник ему сказал, что именно курьеры тебе переведут. И он может сказать, переводите. И они берут и отправляют деньги мошеннику. После чего клиент считает, что все, он все оплатил, он молодец, берет эти карты и начинает уносить товар. А продавец в этот момент не понимает, что происходит, к нему деньги никакие не пришли, у него пытаются забрать товар, его пытаются кинуть, как будто бы. Двоякая ситуация. И с одной стороны, и тот потерпевший, и эти потерпевшие, но продавец, конечно, со своей точки зрения, никогда товар не отдаст. И потерпевший здесь будет только один, покупатель. Поэтому будьте бдительны. Всегда, если вы приходите, вот по таким вот схемам, случайно нарвались, в какой-то магазин, к какому-то продавцу, еще раз, все проговорите досконально, непосредственно с одним продавцом. Будьте бдительны к тому, что вам пытаются навешать лапшу на уши, что вот там представьтесь другим человеком, или вот там не давайте там кому-то деньги, и все остальное. И продавцам в том числе, я об этом также говорю, будьте бдительны. Это очень страшный развод, которым пострадавший будет один или двое, но проблемы будут как минимум у всех. Опять же, зависит от того, насколько адекватен сам покупатель. Если покупатель осознает, что он попался, и он адекватный, то окей. Здесь проблема решается, уже покупатель пишет заявление, что вот там отправили деньги туда, и они там пытаются искать кого-то. Найдут, будет круто. Но таких ситуаций происходит очень много, и по практике скорее очень редко кого-то находят. А не очень адекватный покупатель будет травить продавца, честного продавца, которого хата вообще с края, и он понятия не имел, что здесь вообще происходит. Деньги ваши, вы за них ответственны. И вы их можете легко сейчас потерять, потому что в современном рынке мошенников развелось в сотни раз больше, чем на настоящих продавцов. Потому что видеокарты в дефиците продает все, кому не лень. Перекупов стало просто море, вот реально бескрайнее море перекупов стало. Но карт-то все равно мало. А предложений стало очень-очень много. И схемы мошенничества совершенствуются и совершенствуются с каждым разом. В любом случае, я вам сейчас пытаюсь объяснить такие вот понятия, как бы стоковые, чтобы вы, опираясь на них, могли понимать, что может вас ожидать дальше. Еще один момент очень важный при покупке БУ-оборудования. Если вы не разбираетесь, у вас нету достаточно знаний и навыков, как проверить БУ-оборудование на исправность, что оно хорошее, что там не скрывалось, не грелось, не чинилось, не дай бог, не приобретайте БУ. Только в том случае, когда вы уверены на тысячу процентов, что это устройство рабочее, которое вы себе покупаете. И что за ним, нету косяков, и оно там не отвалится в ближайшем будущем. При покупке БУ, что вас может ждать? Первое. Вы можете нарваться на, грубо говоря, украденный товар. На украденный товар. И его могут рано или поздно как-нибудь теоретически отследить по серийным номерам. Это раз. Два. Сами карты или фермы будут прогретые, будут залитые, будут перегретые. Я не знаю, что с ними было. Может, конденсат на них образовался, может, у них все терморопокладки вытекли наглухо. И внешне оно работает. Продавец, который особенно умеет и знает, как продавать такие вещи, он соберет, вам быстренько включит, все покажет пару секунд, все завелось, все работает, все отлично, все классно. Вы довольны. Берете, забираете с чувством удовлетворения, что вы дешево взяли крутую машину с большой мощностью, приносите ее домой, вставляете, и через час она у вас дохнет наглухо. И этого продавца вы также, скорее всего, уже не найдете. Ну и последний развод с Авито самый страшный, самый опасный, который может быть, но он тоже имеет место быть в современном мире. Вы зазваниваетесь с мошенником, договариваетесь с ним о приобретении большого количества там видеокарт или большого количества ферм или любого другого товара на большую крупную сумму без предоплат, без всего. Там суммы прям, ну реально крупные, там скажем, миллионы выше. Любая может быть сумма, даже 100 тысяч, не важно. Он вам пишет адрес, куда там чего приехать, вы берете, приезжаете, там на месте вас ждет гоп-стоп, и вы остаетесь и без товара, и без денег, с которыми вы приехали на приобретение этого товара, и дай бог, не пострадаете. Будьте предельно осторожны. Встречайтесь только в проверенных или общественных местах с людьми, которые вам что-либо продают на Авито, либо же в магазинах, нормальных магазинах, не где-то там в подворотне, на промзоне, в каком-то там гараже непонятном и так далее, а в компьютерном рынке, в торговом центре или где-нибудь еще. Ваша жизнь должна быть ценнее любых денег, поэтому будьте осторожны. Ну и напоследнее хочу поделиться еще одной схемой развода на компьютерных рынках. Я просто сам работаю на компьютерных рынках с 2009 года и видел неоднократно такие ситуации. Фишка компьютерного рынка и большинства компаний, которые там работают, это практически как в Макдональдсе. Продавцы вот так вот сменяются, те, кто там работают. Просто идет постоянный поток. Не все выдерживают, не все могут работать, не все понимают, на что идут, и поэтому идет поток продавцов достаточно большой. И схема развода тоже стара, как мир. Вы приходите в магазин, даже в нормальный, хороший, честный магазин. Здесь, конечно, попадает сам магазин в первую очередь. И вы пострадавшие, и магазин пострадавший, но все же. В магазине работает новый сотрудник. Не важно какой, день-два он работает все равно. Вы к нему приходите за то, чтобы купить, скажем, 100 видеокарт. Без вопросов он вам достает там 2-5 видеокарт, которые у него есть на павильоне, берет с вас полную оплату, говорит, что я сейчас принесу вам все со склада, ожидайте в павильоне. Собирает с вас оплату, идет за товаром, ну и, собственно, не возвращается. И здесь начинается очень много проблем, очень много неприятностей, и нервотрепки, и всего-всего остального на свете. Есть такая фраза, еще раз вспомню, из фильма «12 стульев», да, «Утром деньги, вечером стулья». Здесь это не канает, здесь стулья, деньги, деньги, стулья. И только так, все одновременно, в один и тот же момент, в проверенном магазине, и тогда у вас все будет хорошо. Ну, а если вы не хотите испытывать удачу и свою судьбу, вы всегда можете открыть описание под нашим роликом, перейти в наш телеграм-канал, где выходят наши прайс-листы, и сделать заказ видеокарт, либо же ферм в сборе у нас. У нас есть огромнейший ассортимент видеокарт, всех наименований, разных брендов и производителей, есть широчайший выбор сборок, сборки вертикальные, горизонтальные, на 12 карт, на 24 карты, есть сборка куб, маленькая, все возможные, практически под любое желание у нас найдется продукт, который устроит именно вас. Если этот ролик был вам полезен, поддержите его лайком, чтобы увидело как можно больше людей, потому что тема достаточно серьезная, тема достаточно важная. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые интересные выпуски, а они будут все круче и круче, я вас уверяю, мы прям покоряем новые вершины, приобретаем новый опыт и совершенствуемся для того, чтобы наш контент был лучшим контентом на YouTube в нашей тематике. С вами был Павел, до новых встреч!